Адамом Лакселлом Адам Лакселл, спасибо большое, что пришли. Итак, какие последние данные? Вы главный представитель закона в штате, я думаю, вы хорошо осведомлены. Вы считаете, что голосование прошло честно? Мы все еще уверены, что мы победили, но демократы абсолютно точно все подтасовали. Они поменяли правила за 90 дней, и пока голоса подсчитывались, и Америка думала обо всех этих бюллетенях по почте, но есть ли у вас люди, которые следят за подсчетом? Нам все еще нельзя проверить совпадение подписей, нельзя проверить их соответствие. Они внедрили эту новую систему и не дают нам возможности убедиться, что учитываются только настоящие голоса. Так что, как Америка знает, те, кто, как я, не спали всю ночь, что они вбросили это в три утра, они считали с полуночи, они продолжают считать весь сегодняшний день, и мы все еще должны ждать до завтра, и мы все еще ни на мгновение не попали за эту дверь. И я предупреждал об этом. Когда дело дойдет до Невады, надо обратить внимание людей на тот факт, что демократы не дали нам этого права. И судья согласился, что у нас есть это право. И, конечно, мы этого так не оставим. Мы продолжим бороться. И для твоих зрителей это было весьма поразительно, что почти 400 тысяч голосов были вброшены прошлой ночью, и нет никакого наблюдения, прозрачности. И ты знаешь, предполагается, что мы должны просто доверять, но не проверять. Это безумие. Я должен быстро задать тебе общий вопрос. Итак, демократы во многих местах полностью изменили систему голосования, которая была там сотни лет, и она вполне себе работала. И они сделали это во имя защиты от ковида. Республиканцы не слишком много об этом говорили. Понятно ли теперь, зачем они это сделали, и не считаете ли вы, что республиканцы в Вашингтоне теперь жалеют, что не подняли большего шума по этому поводу? Нет сомнений, что Дональд Трамп победил бы в Неваде неоспоримо, если бы не было голосования по почте. И еще раз, мы не знаем, сколько плохих голосов в этой огромной пачке. Мы также знаем, что там, скорее всего, были умершие избиратели, люди, которые переехали из Лас-Вегаса, но их бюллетень все еще учитывается. Так что мы смотрим на все это, и это просто поразительно, когда ты смотришь на восняков прошлой ночью, которые продолжают себя вести, как будто эта система полностью надежна. И нет никакого способа неправильному голосу пройти через нее. А это не так. Печальная история. Адам Лаксал, благодарим за ваши усилия. Спасибо большое, что пришли. Субтитры создавал DimaTorzok